всем доброе утро девочки мои ну вот наконец-то и наступил день x сегодня у меня день рождения я уже читаю ваши поздравления сегодня с утра очень хорошо что я заранее вам сказала что 25 можете поздравлять уже куча поздравлений в комментариях всем огромное спасибо я вначале писала спасибо спасибо потом уже просто никогда было писать просто ставлю сердечки всем и все всем огромное спасибо кто меня поздравил и поздравляю с днем рождения тех у кого тоже сегодня день рождения меня уже с утра поздравили по телефону позвонила мне и но сначала дочка с утра поздравила мы с ней поболтали так чуть-чуть но мы правда связываемся все утро потихонечку с ней и сестрой поболтала и крестинка позвонила с мамой со своей поздравили меня тоже поболтали в общем и сын позвонил в общем все поздравили Все меня не забыли. Всем огромное спасибо. Ну, а какие планы на сегодня? Я все дела свои поделала. Все заранее уже закончила. Все свои дела управилась. Я теперь свободная. Я сегодня с утра проснулась. Потихонечку спокойно раскачиваюсь. Тут кофе попила. В порядок себя привела. Уже накрасилась. И вот сейчас я жду дочку. Она сейчас там заканчивает свои дела домашние. И где-то через часик, наверное, должна уже ко мне подъехать. И, в общем-то, я попросила ее, чтобы она сегодня со мной прошлась по магазинам. Ну, не знаю, что там будем смотреть. В общем, я хочу так посмотреть. Кое-что. Какие, может быть, там, может быть, курточку посмотреть. Ну, хотя сомневаюсь, что я, может быть, найду подходящую куртку, которую я хочу. Какую в голове нарисовала себе. Ну, в любом случае, поболтаем, пообщаемся, что мне надо. Туда-сюда походим по магазинам, по торговому центру. Зайдем где-нибудь, посидим, пообщаемся, покушаем. В общем, мне самое главное хотелось, чтобы дочка сегодня уделила мне внимание. Она очень занятой человек. И мне очень хочется с ней поболтать о том, о сём, о нашем женском, о девчачьем. Так что, что у нас там будет дальше заранее, я ещё не знаю. В общем, я её жду. Я уже готова. Ну, и что я вам хочу сказать. Почему не отмечаю день рождения, не накрываю стол и не зазываю гостей? Ну, во-первых, девочки, мне сейчас 57 лет исполнилось. Кстати, для тех, кто ещё не знает, сколько лет. И я уже как бы вот 50 лет, помню, круглая дата, я уже тогда гостей приглашала. И даже не к себе домой. Я решила, что вот хочу в караоке, хочу, чтобы молодёжь была больше в компании, чтобы мы пели, в общем, веселились. Я прекрасно 50-летие своё отметила. И после этого сказала, буду только юбилей отмечать уже, в общем, так, как говорится, за порогом 50 лет. Обычно такие рядовые дни рождения, они уже как бы и не интересны, и не нужны. Притом сейчас будний день, если бы ещё был бы выходной, чтобы все выходные были. Ну, может быть, мы собрались бы родственничками, посидели бы. Вот. Ну, а так как все работают, все заняты, в общем, с дочкой вдвоём тоже прекрасно проведём сегодня время. Так что берём вас с собой. Кто-то ко мне идёт, я уже слышу, слышу шаги. Да-да, открыто. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, моя любимая мамулечка поднималась из стола. Happy birthday to you. Ой, спасибо, родная. Я же смотри, какие нарядные розы я тебе нашла, посмотри. Ой, красота. Какая у них юпочка, посмотри. Красотулечка, корзиночка, вообще красота. Да, я специально, чтобы ты не мучилась, не обрезала. А как тебе идёт вообще этот букет? Да? Я краса? Слушай, надо посмотреть, как он мне идёт. Давай-ка поменяемся. Ой, тебе отлично вообще. Давай, ну-ка, давай. Держи, сейчас. Ах ты, Бози мой. Мне тоже идёт, да? Очень красиво. Надо тебя сфотографировать с ними. Я так долго выбирала, мам, поэтому я задержалась. Очень долго выбирала цветов. Там так много, и мне нужно, чтобы был отклик такой в душе. Ой, парни. Эти тебе очень подходят. Спасибо. С днём рождения! Ура! Попшикала волосы, и всё, они отросли. Прикинь? Чудо-светство. Я сейчас посмотрю, если они не отпадут, всем девчонкам порекомендую такое чудо-светство. Отсюда освещение лучше. Вот так давай, посмотри. Длинные. Красота, красотулечка. Вот. Моя звезда. Эта, что хотела сказать? Дай бутерброд. Я тебе не только бутерброд могу дать. А чего у тебя ещё есть? Ну сейчас. А любви? Не, не, я ничего такого не готовила. Голову, да, упада. Кружит голову, да, упада. Ты как будто стоишь на фоне, а там коридор. Ты сейчас туда пойдёшь, в коридор? Да, я в коридор туда пойду. Я полечу. А что там в конце коридора? Там не видно? Там космос. Там вселенная. Ну и что, тебе нравятся цветочки? Да, цветочки красивые. Всё, супер. Ты уже переоделась, всё. Я переоделась, да. Я вот так вот выгляжу. Вот так вот выгляжу. Во всём новеньком специально. И поехали. Поехали. Ставь цветы. А, не, фоткаться будешь? Да. А, кстати, вот хорошее. Вот, а ну сделай, как было. Вот, как раз тебе на обложку, да, вот. Красота. Можно вот так даже. Или вот так вот. Класс. Класс. Ну что, мы сели. Едем. Едем. Решили поехать в горизонт. В горизонт, да, пойдём? Всё. Поедем в горизонт. Ну там, полазим, короче. Говорю маме. Мама говорит, поехали в Мегу. По магазинам походим. Я говорю, мам. Она говорит, ну что там? И где посидеть можно в Меге? Что? У меня где родные слова. Я говорю, нет. Она говорит, ну честно, мне вот эти посиделки вот вообще не нужны. Представляете? Но решили всё же поехать в горизонт. Там хоть гайд-парк, приличное завези. Хочешь что-нибудь вкусненькое, а я тебя накормлю. Ну ладно. В общем, полазать надо по магазинам. Что-нибудь интересное посмотреть мне. Ты куртку хочешь посмотреть? Ну я хочу куртку, да, другую. Ты говорила уже, девочки? Я уже боюсь что-то говорить. Потом ничего не получается. Лучше сюрприз. А я опять-то за своё вот это было. Да, я такая. Ну и не говори. Вы ничего не слышали. Просто, девочки, вот эта куртка, мне очень нравится расцветка. Я, когда её покупала, перед тем, как купить, я вообще в эту расцветку влюбилась. Мне тогда дочка ещё спрашивала, что-то нужна была ей куртка. А я думала, пойду-ка я посмотрю, какие там цены у нас. В Миге ещё работала. Вот. И пошла, посмотрела. А я вообще на эту куртку только глянула. Смотрю, расцветочка хорошая. Спросила свой размер. Одела, померила. Ну я тогда похудее была. И пошла работать. И вот на работе целый день ходила. И у меня вот эта куртка перед глазами стояла. Думаю, надо купить. Понравилась она мне. И я после работы зашла и купила её. Но я её ношу мало, потому что она такая демисезонная, межсезонная. И у нас получается, что вот сейчас у нас холодно, там снег с дождём идёт. Ну как бы вот я одела, сейчас праздничка. Так бы я одела чём-нибудь подлиннее. Хочу немножко подлиннее, чтобы закрывать ягодицы свои, да. Вот. И, короче говоря, хочу посмотреть. Ну чтобы расцветка мне нравилась. И вот именно фасон был такой, какой мне нужно. Ну я, честно говоря, сомневаюсь, что сейчас что-нибудь подходящее я найду. Может быть заглянем в несколько магазинчиков. И всё. Потом пойдём где-нибудь посидим. В общем, я ничего не хочу загадывать. Как пойдёт, да. Как пойдёт, так и пойдёт. Да. Ну всё, едем. На улице дождь полоскает, вообще погода. Это хорошо как-то будет. Пасмурная. Хотелось бы, чтобы сейчас было солнышко, чтобы птички пели. Тогда бы ты не одела свою вот такую классную яркую. Нет, я бы её одела, но было бы такое более праздничное настроение, более радужное. Но ничего, но мне всё равно праздничное, потому что мне сегодня все поздравили. Цветочки доча красивой подарила. Сын после работы ещё обещал зайти тоже. Так что всё отлично у меня, всё прекрасно. Так, ну чё мы, девчата, выезжаем на Ленина. Вот. Что? Чё так пробки везде и кругом? У нас так мало времени. Ну пробочки, потому что ещё и погодка такая. Сейчас чуть-чуть потрясёт, не переживайте, девчата. Это мы через железку переезжаем трамвайную. Трамвайную, да? Ну да. Ну да. Или поездную. Ну конечно, да. Стекло чуть-чуть надо бы дворничком зачистить. А? Вот так. Звук просто такой, что могут подумать, что... Да надо резинки там поменять. Они свежие. Ну, может быть, другие поставят получше. Это хорошее. Из светофора. Ага, из светофора. Пойди вон на автоток купи, да и будет нормально. Вот. Пойду и куплю. Пойди купи. Так, ну потихонечку по пробочкам телепаемся и потихонечку болтаем по дороге. А то массиво. Нет, всё-таки мне солнца явно не хватает. Не хватает даже, вот я смотрю, пейзаж снимаю, да? А солнышка не хватает. Ну, прямо караун. Ищи плюсы в любой погоде. Знаешь, как это? Нет погоды плохой? Как там? В природе нет плохой погоды. Это очень... Каждая погода. Благодать. Но я себя этим и утешаю всегда, когда идёт дождь. Ну, ладно, едем, короче. Не, я хочу вот эту пробку показать. Девчата, я вообще не пойму. Будний день, 3 часа дня. Куда эти все люди едут? Почему такая пробка? Мы по этой пробке телепаемся уже сколько времени, а? Это ж кошмар. Это такое драгоценное время у нас сейчас уходит на вот эти вот пробки. Я вообще не пойму, что такое. Покажи своё возмущённое лицо. Как ты злишься? Покажи. Я злюсь. Я возмущена. Девочки, драгоценное время, которое мы могли бы провести вот... Не, ну, слава Богу, что мы проводим сейчас с тобой это время в Москве. Трендим. Мы трендим, мы едем сейчас, болтаем, да. Вот. Ну, по крайней мере, я думала, что мы ещё как-то вот по магазинам походим. А сейчас получится либо по магазинам, либо в кафе посидеть. Выбирай. А я не знаю, мне бы хотелось бы всё равно в несколько магазинов занырнуть. Ну, мы занырнём, мы успеем. У нас два часа. Потому что, честно говоря, едой меня не удивишь. Я могу дома поесть, приготовить себе всё, что угодно. Меня как бы какой-то едой особо не удивишь. А вот с дочкой по магазинам походим. Крабовыми котлеточками тебя не удивишь? С пюрешечкой. Пюрешечки, правда, там две ложки размазывают по тарелке. Ну, это всего-навсего еда. Понимаешь, ну, что это? Как бы, не знаю. А то всего-навсего. Так если мы ещё обратно будем по такой пробке ехать, ну, это просто... Не обратно мы должны по-другому ехать. Поэтому надо заранее выехать, чтобы... Я такая возмущаюсь по-доброму, а сегодня добренькая. Не, вообще, конечно, когда я злая, когда я прямо злая, я, конечно, не снимаюсь, потому что... Сама от себя прячешься? Честно говоря, я прячусь от всех людей. Я сама себя боюсь. Боюсь сама себя. Ну, потому что я не люблю, когда... У меня бывает такое изредка, бывает такое состояние, что-то меня бывает прям накроет. Особенно, когда я на диете, девочки. Я становлюсь раздражительной, злая. И хочется кого-то покусать. Ой, ладно, надеюсь, тут уже вроде бы как недалеко. Вон уже светится. Просто из-за того, что телепаемся медленно, телепаемся. Как выскочим, как побежали. Хочется скорее уже доехать. Ещё дорога какая-то неровная. Трясёт меня всё. Да. Девочки, не беру я стабилизатор, потому что мне удобно палочку. Раз в сумочку положила, стабилизатор тяжеловатенький. Ну, он и массивненький. Он и массивненький, да. И вот, ну, как-то, не знаю, мне как-то управляться с палочкой. Предложила маме камеру купить, такую, как у меня. Не оба. Я люблю, когда я себя вижу. Мне надо на себя посмотреть. Ну, как-то так, я не знаю. Мне надо видеться. Может быть, тебе камеру взять, она же идёт, есть у них часы такие, и можно смотреть. Ты поставила вот так камеру, а на часах экранчик маленький. Ты увидела, как ты выглядишь, и всё, и продолжила вот так. Нет. Я даже когда вот снимаю, ну, раз я смотрю не в дырочку туда, а смотрю на себя. Ты не так будешь смотреть. И ничего страшного. Девчонки, привет. Вот так будешь. Не знаю, мне надо вот как-то... Девчонки, привет. Как дела? Мне комфортнее, когда я вижу себя. Когда я вижу, что у меня попало в кадр, а что не попало. Жалко, телефонов нет с хорошим стабилизатором, да? Телефоны все, они всё равно вот скачут как-то. Да нет, нормально. Когда у меня стоит на стойке телефон, вроде нормально. Знаешь, что можно поискать? Ну, видишь, экшн-камеры, они в основном маленькие с хорошим стабилизатором. Но можно же какую-то камеру размера телефона, чтобы там был экран, вот так вот, раз открывается. Вот как моя большая, только маленькую такую попробовать найти. А как её на палочку одевать? Вот это раз на палочку одела, и удобно. Без палочки. Нет, тоже на палочку можно. Да без палочки неудобно. Нет, можно на палочку одевать, тоже удобно. Вот сейчас я, допустим, чтобы тебе не закрывать обзор, зеркал, да? Я палочку вытянула подальше. Вот, всё. Никому ничего не мешает. Так же вот если её снимать надо будет видеть. Мам, личная прямая! Ура! Слушай, мы проехали. А там, видела, гаишники стоят? Чего-то мне этого не заметила. Стояли гаишники, почему, не знаю. Вот. Ну ладно, мы уже подъезжаем, короче говоря. Всё, девочки. Паркуемся, всё. Так, зашли в BeFree, смотрите, мамочка. Вот Элька, представляете, девочки, Элька оверсайзом. И мама смотрит, плюсы тут вот у неё, капюшончик. Плюсы, минусы. Я человек практичный. Мне надо, чтобы были плюсы. Ну, то, что вот оно как раз пониже, да, это хорошо. Потому что здесь вот не в обтяжку, оно вот так и сделано. И цвет красивый. Цвет красивый, да. Он не белый, и в то же время такой, как он, пыльная роза. Да, пыльная роза, я люблю пудровая роза. Пудровая роза, пыльная роза, да. Так, девочки, в один магазин мы уже забежали. Курточку я померила. Кстати, мне понравилась курточка. И цена, и цвет, как бы, и фасон, который хочу. А где это мы были? В каком магазине мы были? Называется Бифри. Так, бежим дальше. Отложили курточку на час. И сейчас посмотрим ещё в других магазинах. Может быть, что-нибудь там ещё поинтереснее будет. Блондиночка, блондиночка. Девушка, а девушка. Как вас зовут? Силена Ивановна. Ой, ой, ой. Идём дальше, девочки. Всё-таки красиво. Красиво, уютненько тут. Мы даже не идём, мы мчимся. Времени в обрез. Ещё неизвестно обратно. День рождения. Гуляем. Гуляем быстрее, быстрее, быстрее. День рождения, так что закончится. Выход, выход, быстрее, быстрее. Красиво, вообще, Зару красиво сделали. Да, да, не была. Давно не была в Заре. Как будто гламурный магазин. Это вот это вот? О, правда. Очень-очень интересненько, да. Всё, заходим. Стильненько, стильненько, модненько, всё красивенько. Так, ладно, займёмся делом сейчас. Так, смотрите, зашли в Зару, и мамочке я вот такую вот курточку приятывала. Но она говорит сразу, капюшон не отстёгивается, кнопки не люблю, люблю молнию. И это слишком светлое. Я, говорит, буду стирать её постоянно, не хочу. Ну, крутонись. А мне нравится. Стирать каждый день. Капюшон не отстёгивается, кнопки терпеть не могу, горло растёт. Ей же всё сказала практически, кроме корма. Я знаю чётко, о чём не надо. Видите, у меня чёткая мамочка. Чёткая мама, да. Ну что, девочки, мы отбежали ещё несколько магазинов. И мне там ничего не понравилось. Хотя там попадались мои размеры. У меня предложение. Мы возвращаемся в этот магазин, где ты присмотрела розовую курточку. Я предлагаю тебе её подарить. Да? Ну давай, я согласна. Давай. Пошли. Пошли. Ура. Девочки, даже не, честно говоря, не ожидала, что курточку я сегодня себе найду. Я поэтому и молчала об этом, помалкивала, не говорила. Потому что, ну, мне казалось, что уже всё уже хорошее распродано. Зима закончилась и так далее. И у нас скоро вообще будет тепло. Ну, кстати, сегодня, наверное, мой день. Потому что я только зашла, и первая куртка, которую я померила, как раз-таки она мне и понравилась. По всем своим показаниям, плюсам. И по цене, и по цвету всё подходит. Так что мы всё обошли. И вернулись сюда за этой курточкой, которая меня дожидалась. Мы её берём. Ой, моя звёздочка. Слушай, хорошо, пока музыка остановилась на время, девочки, мы зашли в вот такой симпатичный ресторанчик, итальянский. Заказали итальянскую кухню. Вот. Пока нам принесут, мы пока сейчас посидим. Сейчас маме на кросс-тол. Посидим друг к другу, поснимаем. Она заказывала, да, доча мне. На, пока снимем. Ой, ты, кстати, села так, что там люди сидят. Ну, туда подвигайся. Меня сними. Ой. Ой-ой. Вот смотрите, мама сидит. Мама сидит. Мама улыбается. Улыбочки сложили. Сейчас водичку принесут, мама пьёт. Да, девочки взяли курточку. Вот такого цвета симпатичного, мне нравится. Но потом на улице тебе покажут. Да, я потом её одену, я решила уже прямо одеть её, выходя, я свою запаковала. А эту я одену, и уже когда оденусь, вы меня увидите. Полный рост. Подарок удался, это лучше, чем занавески? Это лучше, чем занавески, да. Это как раз то, что я хотела, но я же говорю, что я не ожидала, что мне попадётся куртка, которая мне понравится и подойдёт. Ну, ладно. Безунчик ты в день рождения. Да, у меня сегодня прям мой день. Прёт. Повезло. Ромачоли, с день рождения. Спасибо, дорогая. С здоровья. Да. Я пью, девочки, сок, разбавленный с водой. А я чай и ромашка. Итак, мы с мамой решили вот так вот заказать разные блюда и пробовать друг у друга. У нас тут и десерты, и всё на свете. Короче, такой маленький стол решила накрыть. Ну, мы боимся обожраться, да? Ты готова? Ну, давай, пробуй. У нас здесь рыбка дорадо, здесь у нас сёмга, а здесь у нас морские гребешки. Ну, что, мамачоли, смотрите, мы всё приговорили. Что тебе больше всего понравилось? Дорадо, лосось или гребешки с креветками? Дорадо понравилось. Соус этот вкусный. И рис, всё это сочетается вкусно. И овощи вот эти понравились. Которых нет уже. Которых нет уже. А лосось нам уже не влезло просто. Да, уже вот, знаете, вот этот кусочек мы не можем с ней доесть никого. Мы объелись. А у нас ещё десерт. Я говорю, такая дорогостоящая рыба, кошмар. И взять, вот не доесть составить. Это ж вообще... Ну, давай, мы ещё сидим, у нас полчаса есть. Может, ещё дойдём. Маленький кусочек. Нет сил доесть. Это безобразие вообще. Смотрите, что нам принесли. Поздравляем вас с днём рождения. Желаем всего самого наилучшего. Исполнение желаний, счастья и, конечно же, здоровья. Загадывайте желание, задавайте свечу, и оно обязательно сберется. Ну, давай. Красотуля моя. Садавай. С днём рождения. Поздравляем. Спасибо. Ой, какой тортик тебе тут подогнали. Ну, ты мне поможешь? Ты, кстати, Наполеон, мы разбираемся в Наполеонах. Сейчас заценим. Да, это вкусно. Хотя дарённому коню, знаешь, в зубы не смотрят. Я вижу, вроде, хорошенький дождь. Но здесь вообще всё вкусное. У нас вообще... Ну, давай мы с тобой вместе. Ну, давай, давай. Так. Шокордос. Мы с мамой вот удивляемся. Мама говорит... Чё мама говорит? Ну, сил не хватило. Рыбу доесть, да? А на Наполеон почему-то сил нашли. И ещё бы один такой же псиелев, да? Такой же, да. Классный псиелев. В новой курточке. Рюкзачок такой. Опа. Капюшончик. Полный рост. Девчулька. Ну, круто, нись. Вот так. Побежала, поскакала по дорожке. Ну, хорошо, хорошо. Модняха. Сапожком походится. Да. И у тебя сумка тоже. Да. То есть, стеляешь капа? Да. Всё нормально. Ну что, мы отметили с мамой день рождения. Как мы вот шутим, самый быстрый и бюджетный день рождения за всю историю, да? Ну да. Ну, два часа уложились. Всё, теперь бегим. И то, знаешь, эти два часа. И ещё дела параллельно делали. Отвечали на звонки там, все дела. Вот. Аж это. Мама говорит, да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Давай поболтаем. Всё, сосредоточились, болтаем. Раз гаджеты начинают мешать. Отвечаю. Гаджеты, да. Информационное поле. Мама жалует. Ну вот, мы сели в машину, девочки, наконец-то. Выскочили. Едем уже, всё. Мы уже едем домой. Там день из садика надо забирать. В общем, что я вам скажу. Самый короткий день рождения, да? Быстрый самый. Из тех, которые мы помним. Из тех, которые мы помним. Да. День рождения занятых людей. Ну вот, да. Ну, смотри, как здорово уложились за два часа. И как весело нам было. Весело было, да. Поржали немножко. Жалко, что там нельзя было снимать больше, да? Ты там музыка играла. Я не знаю, как ты смонтируешь. Я не знаю, как я буду монтировать. Мне придётся, наверное, там что-то вырезать. Где-то накладывать. Что-то накладывать. Потому что музыка, вот, к сожалению, музыка везде играет в этих торговых центрах. И невозможно, нельзя снимать, да, из-за демонетизации. В общем. И не только из-за демонетизации. Звук могут, в принципе, просто отключить тебя на всём видео. Если, смотря какую музыку, с какими актерскими правами, там, ты возьмешь. Ну. Чтобы они не думали, что это из-за денег. Ну да, нет. Ну, я просто так выражаю сейчас, я ж не хочу перечислять. Какие у нас дороги ужасные. Это, знаете, как водители называют подснежники, когда вот снег растаивает, и весной начинается. Особенно вот это вот лужи я вообще не люблю. Под лужами едешь, и не знаешь, где какие ямы, где чего. Я вообще лужи боюсь. Вот. Короче, скачем, скачем, с места на месте. Ну, что я хотела сказать. По-быстрому повезло, то, что быстренько. Вот мы только зашли в один магазин и сразу наткнулись, вот выбрали на куртку, которая мне... А кто выбрал? Подошла. Ты подошла. Фу, ты по... Я подошла. Ты подобрала. Ну и закрываемся уже. Я сегодня не выспалась. Я подошла и подобрала. Всё верно. Вот, да. Вот. Ну, что она мне подошла именно по размеру, и то, что подошёл этот цвет, который я... Вот эти вот такие нюдовые, нюдовые тона, да? Вот. Ну, и люблю розовые, все знают уже. Вот. А у меня требования, чтобы куртка застёгивалась вот так вот под горло, чтобы у меня в горло не задувало. Чтобы у меня отстёгивался капюшон, чтобы он был. Чтобы не на кнопках, а на молнии. Чтобы бёдра прикрывала, чтобы у меня как бы вот не в обтяжку. В общем, короче говоря, что перечисляют. Много требований. Да, много требований куртки. Здесь, в принципе, все мои требования удовлетворены. Мы ещё пробежались, конечно, чтобы уже как бы быть спокойными, что выбрали, да? Ну, то, что надо. И при том цена, ну, хорошая такая цена. Я как бы на цену тоже смотрела. Хотя доча мне подарила курточку. Спасибо ей, дорогая моя. Подарочек хороший. Сюрприз, да. Вот. Ну, в общем, курточка, я довольна. Она лёгкая. И в то же время она тёплая. И цвет мне этот нравится. Мой любимый цвет. Он мне идёт нежный. Нежный. Хороший цвет. Вот. Всё. Так мы ещё заехали, зашли ещё вот в этот же, в итальянский... Как тебе, кстати, итальянский? Ресторан, итальянская кухня. Кухня. Я уже... Сапарет, да. Я уже спать хочу. Вот. Да. Вкусно всё. Ну, выбрала я рыбу, потому что... Я говорю, мясо и дома могу поесть. А рыбу, чтобы мне приготовить, надо за ней куда-то ехать, купить. Да ещё и стоит она. И стоит она дорого, да. Ну, поэтому решили покушать морепродукты, в общем. Хорошие соусы. Ну, итальянская всё, конечно, готовит вкусно, сытно. Наполён вообще отпадный. В общем, короче, наелись, объелись. Так самое главное, как-то вот мы в ресторане часик посидели, да? А мы ещё не всё съели. Ещё не всё съели, да. Деньги, десертик взяли. Да, ещё не всё... Ну, мы уже, конечно... Ну, на рыбе, если не доесть скоростную рыбу, то уже говорит о том, что мы наелись, да. Вот, в общем, короче говоря, всё прекрасно. И посмеялись, и купили, и поели, и меня поздравили со свечечкой. А вечером брат придёт ещё, да? Ну, да, вроде Виталик и я так поняла, что они собираются вечером прийти меня поздравить, да. Но после работы он будет уже поздно. Я думаю, они ненадолго чаю попить и всё. Потому что завтра рано вставать. Рабочий день. Ребёнка в садик. Так что, я думаю, да, ненадолго зайдём. Просто чаю попить. Вот, так что всё. Дождь идёт, не прекращает. На улице пасмурно. А у меня светло на руше. Мне всё хорошо. И курточка у меня такая солнечная. Да, класс. Нам плюнули в лицо. Вот. В общем, короче говоря, дофиг погода, да? Плевать мы на них хотели. Нам и так хорошо. Ну всё, девчата, едем. Едем. А, куда мы сейчас едем? Куда мы едем? Мы сейчас будем ехать по времени смотреть. Да. Либо ты меня раньше домой отвезёшь. Нет, раньше. Но не отвезёшь раньше, значит, Дэнни, ты заберёшь, а потом меня отвезёшь. В общем, мы-то друг от друга не так далеко живём. А мы плывём, девочки. Да. Смотрите, как мы плывём. Во-во-во. Вообще. Выплыли, да? Да. Караон. Ещё завтра будут дожди. Скажи, что это безобразие закончилось, да? Безобразие. Безобразие. Кончайся. Циклон. Циклон? Циклон. Чего-чего? Скажи, что это безобразие. С днём рождения. С днём рождения. Спасибо, внучек дорогой. И песенку поёт. И песенку поёт. Да, он у нас певец. Точно. Слушай, смотри, как потемнело на улице вообще, да? Так пасмурно вообще. Интересно. Ну всё, домой. Хочу домой. Фух, девочки, я пришла домой. Ой, такие красивые цветочечки. Просто красота. Красота необыкновенная. Мне нравится. Такой букетик славный. В общем, буду сейчас немножко отдыхать. И сына дожидаться. Ну вот я и дома, девочки мои. И мы с дочерью забрали Дэню. И они меня привезли домой. Дождь продолжается. В общем, позвонила я сейчас сыну. Он уже скоро заканчивает работу. Поедет, заберёт Наташу с Настей с тренировки. Настя там занимается. Вот. Возьмут тортик и заедут ко мне. В общем, чаю попьём. Тоже недолго, потому что завтра утром рано всем вставать. На работу, детский садик и так далее. Вот. Так что, говорит, ты меня только не снимай. Я буду в рабочей одежде. Я говорю, хорошо, как скажешь, дорогой. Снимать его тогда не буду. Я говорю, я тогда умоюсь. Потому что уже тоже глазки устали от косметики. Я решила вот вам тут уже показаться напоследок. И сейчас смываю макияж. Я уже надела халатик. Уже всё по-домашнему. Посидим, просто поболтаем. Чаю попьём и разбежимся. Вот. Я даже не знаю, стоит, снимать не стоит. Но, может быть, что-нибудь подсниму. Ну, а я хочу вам сказать, девочки, мы очень удачно всё-таки с дочкой сегодня забежали. Вот прям мне просто так чудо. Это редко, когда бывает такое чудо. Когда просто вот зашла и сразу хоп, увидела ту вещь, которая нужна. И долго не пришлось ходить по магазинам. И быстро, в общем-то, и подарок куплен быстро. И в ресторане мы посидели час. Ну, мы за это время успели покушать. И наелись, и объелись даже. В общем, мне всё понравилось. Я всем довольна. И вот я люблю, когда вот так вот всё быстро происходит. То есть два часа, как я говорила, мне достаточно, чтобы нагуляться. Ну, я в смысле вот, когда торжество какое-то, да. И всё. И всё, и мне уже хочется домой. И уже вот, я уже чувствую, что у меня уже и ноги болят, и устала, и все дела, в общем-то. Но я ещё и не выспалась сегодня, очень рано проснулась. Поэтому и целый день, в общем-то, в косметике. Поэтому у меня уже и глазки болят. В общем, короче говоря, уже хочется лечь и отдохнуть. Но я сейчас прилегла, потом решила встать. Думаю, встану. Надо уже сейчас, как говорится, день рождения закончить, как полагается всё. Всё, посидим, пообщаемся немножко с сыном. Всё, все поздравили. Ой, девочки, столько поздравлений в инстаграме и в комментариях. Огромное спасибо всем за поздравления. Я даже не ожидала, что так много людей мне напишут и будут поздравлять. Мне очень приятно. Сегодня просто я была засыпана поздравлениями. Очень приятно. Всем большое спасибо. Вот, ну всё, девочки, пошла я умываться. Смотрите, какие у меня шикарные букеты. Букетик ещё один сын принёс, подарил. В общем, красота. Ну вот и всё, мои хорошие. День подошёл к концу. Приходил сын с Наташей, с Настей. Они меня поздравили, цветочки подарили, конвертик подарили. А на денежку, которую подарили, я куплю себе что-нибудь для себя. Что-нибудь, то, что мне захочется. Вот, посидели. Не захотели они сниматься. И я решила даже лучше посидим без всяких гаджетов, без ничего. Просто посидели, попили чай с тортиком, пообщались, поболтали. Там о том, о всём, о разном. В общем, о своём таком. Поговорили с удовольствием. В общем, пару часиков пообщались. И всё, сейчас они уже ушли домой. Завтра всем на работу. Детский садик. Рано вставать всем. Так что все уже пошли отдыхать. В общем, я своим днём рождения довольна. Мне всё понравилось. Сегодня прекрасный день, несмотря на дождь на улице. Вот. И с чувством полного такого удовлетворения. Сейчас я лягу спать. Посмотрю немножко телевизор. И буду спать. А на этом, девочки, я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok